Всем привет от канала Turkish People из Анталии, но увидите, я с зонтиком. Вот обновила новый зонтик, хотя лучше бы он в доме лежал. Надоели дожди, опять сегодня гроза у нас, а у нас сегодня 27 апреля. Холодно, опять ветровку достало. Опять дождь, точнее сказать, гроза громыхает и льет. Вот огромные лужи, небо затянуло, и вот так вот несколько дней опять. Ох, клянул-то сильно, а? Слышите, да? В этом году погода у нас очень дождливая и, в общем-то, прохладненько для апреля. Купаться надо в море, а не в лужах. Ох, такой гром. Молнию не вижу, но слышно. У нас во дворе дома буквально за несколько минут налила огромное лужо. Хорошо, что мне пока никуда не нужно. А так надо, представляю сейчас, как плыть по дорогам. Ох, затянуло конкретно. Похоже, надолго. Вот, видите, уже разглядывают и закрывают окна. Вообще погода в этом году очень какая-то странная. Вот, хотя, кто-то скажет, нет плохой погоды у природы. Ну, туристы мечтают все-таки приехать в Анталию, позагорать, искупаться. А если ты 7 дней, 3 дня видишь вот такое хмурое небо над головой, и периодически идет дождь, вот он идет, потом немножечко остановится, потом опять идет, гроза сегодня была сильная. И вчера был дождь, и ночью был, и завтра обещают. Вообще, потепление обещают только со следующей недели, с середины недели. То есть уже май месяц настанет. Ну, вот такая у нас погодка не очень-то. Кому повезло больше всех? Только деревьям. Вот они радуются. Местные жители говорят, ну хорошо, ладно, мы еще успеем. Все-таки у нас еще впереди однозначно жаркое лето. Ну, не может быть такого, чтобы не было жары. Но это будет летом. А я еду в школу. Пока собралась, взяла зонтик, уже дождик стал меньше. Ну, это тоже хорошо. Хоть дойду спокойно до школы. Но, кстати, когда сильный ливень идет, можно в школу не ходить. Это официальная отмазка от школы. И сегодня утром дети такие, а есть дождь там? А нету дождя? Я говорю, нет дождя, маленький совсем. Ну, это вздохнули. Вот, ну, конечно же, все с удовольствием ходят в школу, когда хорошая погода, и можно погулять на улице. А если идет дождь, их на улицу не выпускают. И перемены нужно проводить в школе. А в школе не очень ты побегаешь. Наденька покажу, что у нас вокруг. А то уж мое лицо там поднадоело. И вот этот зонтик горошек. Ну, маленький простенький зонтик купила, пусть будет. В машине тоже должно что-то лежать. Какое небо красивое. Низкое такое, тучи. И вот развесили флажки. Издалека, кажется, как красиво украсили в наш детский парк. А ближе подойдешь, увидишь, что это реклама у нас оппозиционной партии и партии сия. Самое интересное, видите, вот к одной из квартир прикрепили, и вот там, и к столбам. И никто не снимает. Либо наша администрация микрорайона имеет отношение к этой партии, либо просто, ну, раз прикрепили на свой балкон, ну, и пусть висит. Вот так это в Турции возможно. Вон, дождь опять начал моросить. Одно я еду в школу. Как же я люблю показывать красоту природы. Вот они точно радуются, что не жара, а много влаги. Это бугенвилия. Она и всю зиму цветет, потом немножечко вот постояла без цветов и опять начинает. А вот здесь я все-таки вышла на улицу из машины. Каждый день проезжаю мимо и восхищаюсь. Это цветут магнолии. Вот такая красота. И запах какой здесь стоит. Вот цветы это называются эзюрт. Им скорее надо было назвать мануйла. Как вот по-турецки магнолия называется. Вот их сколько здесь много. Уже вот цветочки осыпаться начинают. Еще буквально две недели и все. И не будет этой красоты до следующего года. Как быстро дома строят. 8-9 месяцев и уже все, можно заселяться. Каждый день здесь мимо проезжаю. Видела. Видите, даже стройка не огорожена. Никаких заборов, колючей проволоки. Ничего такого особенного нет. Чувствуют они себя здесь безопасно. Родители спешат в школу. Так же, как и я. Вот уже сейчас будет звонок. На улице сейчас плюс 14 градусов. Но вот выглянуло солнышко. И сразу тепло становится. Прямо ощущаешь. Все-таки это не зима. Уже уроки закончились. Дети расходятся. Возле школы всегда остолпотворение из машин. Я поэтому чуть-чуть подальше ставлю свою машину. Не будем прыгать через лужи. Ну, раз на улице погода плохая, тогда в нашем зимнем саду. Это здесь на балконе. Я хочу продолжить разговор про то, что кому повезло, что приехал в Турцию. Кому повезло, кто не приехал в Турцию сейчас в конце апреля. Да, туристам мы видели, как сегодня сейчас не очень-то хорошо. Это нужно ловить момент, ловить солнце. Мне на улице писали, что они успели и позагорать, и сгореть, и искупаться. Но это вот как-то чисто по времени. Увидел солнце, бегом на пляж. И нет, чем ты другим занимаешься. Конечно, в этом году какая-то такая странная погода. Была очень теплая зима и вот холодная весна. Какая-то погода усредненная стала. И я еще могу ответить на несколько вопросов, которые вы написали на канале Папа Юсуф. Потому что он очень эмоционально пытался передать, рассказать по поводу того, что не выдают ВНЖ. И что вообще делать людям. И вообще, есть ли какой-то смысл сюда переезжать. Если говорить кратко. Нашим знакомым, ну, наши подписчики, но уже стали нашими знакомыми. Когда вот переходит общение в личное пространство, ты уже говоришь знакомым. Не об Эдаревенже. И это не только ни одному человеку, а нескольким. И истории разные. И кто купил и за 75 тысяч долларов. У них на момент покупки было показано именно столько. Но тоже пришел отказ. Но там одна женщина. То есть семья состоит из одного человека. Единственный собственник. Тоже пришел отказ. У нее были некоторые проблемы в процессе проживания ее здесь. Пришел отказ. Еще другим людям, у них была семья, мужчина, женщина, сын, сын взрослый. Сыну пришел ВНЖ, а им нет. Они вчера уехали. Вот. Собраться в 10-дневный срок и уехать. Квартиру ни у кого ничего не забирают. Это не рейдерский захват. И через полгода могут обратиться еще раз. Сейчас, возможно, изменится политическая ситуация и все будет хорошо. Действительно, раньше получить ВНЖ в Турции вообще не заставляло никакого труда. Вот мы когда переехали в 19-м году и в 20-м году, даже после пандемии был очень большой наплыв переезжающих. Давали ВНЖ всем на два года. Даже независимо от того, купил ты квартиру, за сколько купил. Даже кто просто взял квартиру в аренду жить. И тоже выдавали ВНЖ. Ну, теперь вот, видите, ситуация усложнилась. Цены неимоверно выросли. И даже тем, кто купил квартиру, и тем приходят отказы. Но это не повезло. Вот знаете, у меня вот есть несколько человек. Одни сдали 25-го декабря. Им пришло положительное решение. Другая аналогичная семья. Вот аналогичное количество человек там. То же самое квартиру показали аналогичную примерно стоимость. А им пришел отказ. Они сдали 26-го декабря. Вот какая ситуация. Им после 26-го декабря начались массовые отказы. И кто-то говорит, ну а смысл теперь ехать в вашу Турцию? Теперь смысл получается только ехать отдыхать. Ехать отдыхать в отеле. Отели тоже неимоверно подорожали. Подорожали минимум в два раза. И не только в турецких лирах. Из-за того, что у нас инфляция упала. Лира там относительная. Евра, доллара. Интересно, почему же тогда у нас все подорожало в долларовом эквиваленте? А то же самое, что заказывали год назад. Те же самые даты сейчас стоят ровно в два раза дороже. А чем ближе к дате заселения, становится еще дороже, 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 дороже. Это просто... Ну, кто-то написал, что теперь россияне не приедут. Их не будет. Ну, на это я могу ответить. Если вы не можете приехать, это не означает, что не приедут другие. Если у вас не получается, у кого-то получится за всех невозможно отвечать. Ну, для кого-то это будет нужно. Турецкий рынок пытается перестроиться на европейцев. Ну, раньше европейцы говорили, что здесь вообще сущие копейки стоило. Ну, как говорится, сущие центры, точнее, будет сказано. А теперь для них-то тоже уже тянет карман. Но, тем не менее, народ приезжает в аэропорту. Самолеты есть, выходят. Людей много. Что будет дальше? Жизнь будет дальше продолжаться. Мы ничего с этим не можем изменить. У кого есть возможность, те приезжают. Кто-то жить, кто-то отдыхать. Ну, насчет жить теперь уже хорошенько надо подумать. Для того, чтобы получить вообще гражданство 400 тысяч долларов. Это купить недвижимость. Тоже приличная сумма. Но я знаю таких людей, которые это сделали. Гражданство получили через 4 месяца. И вы знаете, при получении турецкого гражданства можно поменять себе имя, фамилию. Просто придумать. И у вас будут новые документы. Вы здесь будете совершенно другим человеком. Это так есть. У вас будут другие документы, другой паспорт. По нему можно спокойно ездить. И вот так. Ну, жизнь продолжается. Хочется ли нам поехать в отель? Да, хочется. Почему нет? Мы живем в своей квартире. У нас хорошая квартира. Но нам хочется поехать в хороший отель. А не просто вот лишь бы для смены места жительства. Это тоже есть такое. Поэтому пока не насобираем денег на хорошее отель, тогда не поедем. Я от себя могу сказать, что настроение у меня хорошее. Да, вы видите это. Несмотря на такую погоду, вот гляжу через наши стекла. Там и еточки идут. Поехать на море не очень-то и хочется. Либо там будут высокие волны, либо будет ветер в другую сторону дуть. И волны не будет, но все равно будет прохладненько. Ну, впереди майские праздники. Здесь их нет. Здесь все работает. И, кстати, даже на Рамазан у нас все работало. Раньше больше люди закрывали свой бизнес. Куда-то ехали, навещали родственников. Могли себе позволить не работать неделю. Теперь такого нет. Теперь максимум один день или полдня закрыты. И потом опять работают надежды отбить арендную плату, отбить высокие коммунальные платежи. Жизнь стала сложнее. И после того, как были приняты эти меры по повышению минимальной зарплаты и минимальной пенсии, у нас жизнь стала намного дороже. Минимальная зарплата, я сейчас скажу, она 10 тысяч лир. Но за вычетом налога получается 8506 лир. Это минимальная зарплата. А минимальная пенсия с апреля 7500 лир. Ну и, соответственно, из пай... Вот видите, я перевела для вас ваши валюты. Основные, которые на нас и телесмотрят. Ну и, соответственно, ориентируются на новые зарплаты и пенсии. И все, опять пошло-то дорогорать. Не жалуемся, потому что теперь везде тяжело. Вот и все. Ну, по крайней мере, раньше я говорила, у нас погода лучше. Ну, лучше. Все равно зима была теплая, очень была теплая. А лето? А лето будет жарким, однозначно. Ну, не верю, чтобы у нас было холодно летом здесь. Будет жарко все равно. А пока вот так. Идет дождь. Завтра опять дождь. Вчера был дождь. Но дождь не может идти вечно. И все когда-нибудь навалится. Но жизнь надо сейчас. Потому что откладывать жизнь на потом... А будет ли это потом? Это такое рассуждение. Люблю поговорить на эту тему. И поэтому живем здесь и сейчас. Вот сейчас дети поедят. И мы поедем погулять. Почему мы не ходим пешком? Но вы видели. Хотела сегодня прогуляться пешком по нашему микрорайону. Но опять пошел дождь. И идти под ним не очень приятно. Еще тащить тяжелый рюкзак. Наступать в лужи. А здесь если льет с неба. Лужи моментально огромные становятся. Прямо по щикам. Надо идти в резиновых сапогах изначально. Но потом так же быстро. Вода уходит ливневой канализации. Есть. Просто из-за большого потока воды она не сразу срабатывает. У нас несколько лет назад все меняли в нашем микрорайоне. Я помню, меняли трубы ливневой канализации. Теперь нет такой проблемы, чтобы затапливало. Вообще, всем всего самого наилучшего всегда хочется пожелать. И кто собирается в ближайшее время приехать, обязательно приедет. Есть ли альтернатива Турции? Как мой Исуф всегда говорит, вообще резко-то. Альтернативы Турции нет. Ну, я, конечно, так не буду говорить. Я буду говорить и мягче. Кто любит Турцию, кто любит отдых здесь в Анталии, обязательно приедет. Ну, кроме Анталии у нас есть и Стамбул. Стамбул есть, чтобы посмотреть, погулять. Но в этом году в Стамбуле сейчас очень холодно. Просто пронизывающий холодный ветер. Еще люди любят Марморис, Бодрум. А мне вот Турция Денис очень нравится. Я бы с удовольствием туда даже сейчас посъездила посмотреть. Ну, что такое 200 километров от Анталии? Туда-сюда. 200 километров можно проехать. Утро выехал, вечером вернулся. Не обязательно даже ночевать. Тоже прогуляться. Не знаю, когда получится. Любите ли вы Алю Денис? Вот скажите, нравится вам так же, как и мне? Пишите в комментариях. И смотрите наше видео дальше. Вот уже солнышко выглянуло. Время почти 5 часов дня. Вот уже хорошая погода. Так что полдня шел дождь, а потом выглянуло солнце. Все-таки не целый день льет. Слава Богу, пусть радостно. Я очень люблю солнышко. Не знаю, у меня, наверное, солнечные батареи во мне стоят. Если есть солнце, я подзаряжаюсь, у меня настроение хорошее. Если день-два идет дождь, уже такой вот депрессия начинается. Ну, конечно, депрессия громко сказала, и я знаю, что такие признаки. Но все равно солнце – это лучше. Дождь тоже нужен. Пусть идет дождь по ночам. Едем вон трамвайчик. Видите, трамвай, когда едет, включается светофор зеленый. Напрямую ехать не успели. И у нас везде рекламные маршрутки ездят, все обклеено. Кстати, эта дама не участвует в президентских выборах, но продолжает агитировать. Удивительно, да, вот такая история. В президентских выборах у нас четыре фотографии мужчин. Он только что проехали. Маршруток с изображением действующего президента я не видела. Только оппозиционеры изображены. И вот такая у них рекламная кампания. Вся виртуальная. Поехали. Опять трамвай, значит. Вот, везде цветут у нас растения, красотень. На море не едем. Нет, сегодня у нас моря не будет. А едем мы в магазин. Раз такая плохая погода, значит, надо съездить в магазин. И тем более не за горами выступления у дочки. Поэтому надо побеспокоиться и все-таки купить то, что нужно. Ой, смотрите, ну вот так нравится. Они у нас, видите, во всем городе растут. А давай вся дождь посадим? Магноли. Ну, видишь, какое дерево надо, чтобы большое выросло. Чтобы такая была красота. Ну, будь красива. Я вон розы перед окном не могу посадить. Бабушка наша не знает, соседка не знает, что хочет там в этом году. Пока там пусто. Может, большой кактус внасти? Бабушки не знают. Потому что она их так любит, и их там везде, эти кактусы. Немножечко вам изображений улиц наших. Пересечем трамвайные пути. И едем мы в центр. Мы уже приехали в центр города. Впереди торговый центр Маркантали. Мы направляемся туда. Следующее видео будет из торгового центра Маркантали. Это я уже вам говорю. Попорачиваю на парковочку, потом заедем. Да, смотрите, как светит ярко солнце. И тепло стало. 20 градусов показывает мой термометр в машине. А совсем пару часов назад было всего лишь 14 градусов. Поэтому не так и страшно приезжать в Турцию в мае. Именно в Анталию. Я говорю, Турция большая. Есть разная погода. Например, вот помните, к нам гости приезжали. Они из Афьонка, Рахесар. Там сейчас плюс 9 градусов. И это тоже Турция. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. Сниму-сниму очки. Я знаю, что так некрасиво очка говорить с вами. Все. Встретимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok